Всем привет из солнечной Калифорнии! Итак, мы покидаем Лос-Анджелес и я продолжаю рассказ о семидневном круизе на корабле Majestic Princess из Лос-Анджелеса в Ванкувер. Напомню, что время отправления 30 апреля 2022 года, а прибытие в Ванкувер 7 мая. В этом видео я познакомлю вас с интерьером корабля, услугами и развлечениями на этом лайнере. Как я раньше отмечал, Majestic Princess это не самый большой корабль, на котором мне удалось побывать, но тем не менее он имеет 19 палуб и 1780 кают для пассажиров и на этом лайнере есть все необходимое для хорошего отдыха. В этом видео я и постараюсь вам это показать. На каждом круизном лайнере есть центральное место, где всегда тусуются люди, где любят делать фото на память и где постоянно происходят какие-нибудь развлекательные мероприятия. Разумеется, есть такое место и на этом лайнере. Это многоэтажный атриум с круглым раморным полом, витражным куполом и красивыми лестницами в итальянском стиле. Здесь каждый день можно послушать живую музыку в исполнении разных музыкантов и певцов и, конечно, потанцевать, если есть желание. Это идеальное место для отдыха, наблюдения за людьми или просто для того, чтобы выпить коктейль или кофе в приятной атмосфере. Как и на других лайнерах, на этом корабле имеется довольно приличное казино со всеми необходимыми атрибутами. Здесь большой выбор игровых автоматов, можно сыграть в покер или blackjack, разумеется, имеется рулетка. В общем, если вы любите казино, то вам будет чем заняться. Чтобы не беспокоить игроков, съемку я здесь сделал рано утром, благо казино открыто 24 часа в сутки. Что касается шоппинга, то на этом лайнере можно найти магазины различных дизайнерских брендов. Представители круизной компании утверждают, что при покупке в этих магазинах можно сэкономить до 30 процентов от розничных цен в США. Однако большим спросом здесь пользуются недорогие товары и сувениры, которые конечно на корабле тоже можно приобрести. Имеется здесь и магазин дьюти-фри, как впрочем и на всех других приличных круизных лайнерах. Там можно приобрести различные товары, включая и недорогой алкоголь. Однако обратите внимание на важный нюанс. Заплатить за спиртное вы можете в любой день, но выдадут вам его только в последний день круиза. Так как владельцы круизной компании хотят, чтобы вы покупали алкоголь на корабле в барах и ресторанах. Разумеется, совсем по другой цене. Итак, продолжаем осматривать корабль. Это игровое помещение называется Лаунч Виста. Здесь имеются множество столиков с удобными сидениями. Можно поиграть в карты, настольные игры или заняться своими делами. Пожалуйста, не удивляйтесь, что вы не видите здесь людей. Так как съемки в людных местах не очень приветствуются, то я снимал это рано утром, когда народ еще спит. В этом помещении также имеется сцена, где выступают комики, иллюзионисты, музыканты и другие артисты. Здесь также проходят различные обучающие мероприятия под руководством инструкторов. В этом же помещении проходили аукционы картин, но про аукционы поподробнее я расскажу в своем следующем видео. Кроме этого, на корабле есть много симпатичных, уютных мест, где можно расслабиться и хорошо провести время. Хотелось бы отметить, что везде внутри корабля идеальная чистота. Интерьер в каждом помещении грамотно продуман. Сразу заметно, что для отделки корабля использовались качественные материалы. И конечно же, каждое помещение отличается по дизайну. Хотелось бы добавить пару слов о том, насколько этот корабль был заполнен туристами во время этого круиза. На мой субъективный взгляд, только процентов 60-70 пассажирских кают были заполнены туристами. Причина, понятное дело, была в пандемии, которая в начале мая 2022 года все-таки была еще актуальной. И многие люди воздерживались от поездок. Это конечно было проблемой для круизной компании, но для пассажиров это был безусловный плюс, так как везде было свободно и никакой толчии. Но мы продолжаем тур по кораблю. Вот так выглядят лестничные площадки. Здесь расположены просторные лифты, ну и собственно лестница. На лестничных площадках расположены мониторы, на которых можно найти информацию о помещениях и заведениях, на каждой палубе, то есть на каждом этаже. Внутри корабля имеется довольно приличный бассейн, в котором можно поплавать в любое время года. Так он выглядит в вечернее время. А вот так он выглядит в дневное время. Бассейн открыт круглосуточно и сюда всегда можно прийти поплавать, вне зависимости от погодных условий снаружи. Добавлю, что вода в бассейне пресная и над ним находится большой стеклянный купол. Но в вечернее время бассейн выглядит конечно паромантичнее. Вокруг бассейна зона отдыха, удобные шезлонги, кресла, диваны и так далее. Люди, которые никогда не были на круизном лайнере, задают обычно типичные вопросы. Я и сам их раньше задавал до своего первого путешествия. Одним из вопросов является, не чувствуется ли качка на корабле, которая может привести к негативным последствиям. Сразу хочу сказать, что качки на современных круизных лайнерах практически нет. Вы даже не будете чувствовать, что вы находитесь не на земле. Проблемы могут быть только если вы попадете в сильный шторм, но это бывает крайне редко. И слава богу, такого опыта у меня нет. Вторым опасением у людей бывает то, что они боятся, что на корабле маленькие каюты, тесные помещения и негде будет развернуться. Особенно беспокоятся об этом люди с клаустрофобией, которые чувствуют себя некомфортно в замкнутых пространствах. Сразу хочу всех успокоить, что все современные лайнеры довольно просторные, а каюты в них не сильно отличаются от комнат в гостиницах. Так что по этому поводу не стоит переживать. А мы продолжаем тур по лайнеру Majestic Princess и хочу показать вам еще одну достопримечательность корабля. Это Sea Walk. Вот такая симпатичная, впечатляющая стеклянная дорожка над океаном. А вот так она выглядит, если посмотреть на нее с нижней палубы. Расположена она на 40 метров от уровня моря и выступает где-то метров на 10 от края корабля. Хочется добавить, что такая стеклянная дорожка имеется как с левой, так и с правой части корабля. На верхней палубе в центре лайнера имеется зона с открытыми бассейнами и джакузи. Кстати, здесь же вы можете смотреть разнообразные фильмы и программы на большом экране. Кроме этого, в центре этой зоны расположен фонтан, который специально сконструирован для проведения музыкальных шоу со световым сопровождением. Фонтан в действии я вам покажу в последующем видео. А сейчас посмотрите, как верхняя палуба выглядит в вечернее время. Субтитры создавал DimaTorzok Также на верхней палубе имеется площадка для мини-гольфа. Здесь есть все необходимое для игры. И скажу честно, на всех круизных лайнерах я старался хотя бы один раз поиграть в мини-гольф. Поблизости от площадки для мини-гольфа расположена большая спортивная площадка, на которой можно поиграть в теннис, волейбол, баскетбол или бадминтон. Для любителей здорового образа жизни на этом лайнере имеется очень приличный фитнес-центр, оснащенный современным спортивным оборудованием. Сюда может прийти любой желающий, вход бесплатный. Поблизости имеется также спа-салон, но я его не посещал и съемок там не делал. И наконец я хочу показать вам два помещения, в которых предлагаются различные развлечения в течение дня и вечера. Одно поменьше, которое вы сейчас видите. Здесь обычно проходят интерактивные кулинарные шоу, небольшие концерты, комедийные и игровые шоу. Здесь также снимаются телешоу, которые потом транслируются в ваших каютах. Так что иногда есть возможность быть частью аудитории телестудии. Вторым помещением является большой концертный зал, который здесь называют театром. Собственно здесь и проходят все основные шоу. В этом театре можно расслабиться в мягком кресле и посмотреть какое-нибудь интересное шоу. Здесь только живая музыка, никакой фанеры, красивые декорации и артисты со всего мира. В этот раз особо масштабных представлений не было. Видимо еще не успели отправиться от пандемии. Но в общем и целом все было неплохо и со вкусом. Кстати вход на все шоу бесплатный. Вы можете посмотреть небольшую нарезочку из шоу, которую я посетил, чтобы иметь общее представление. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok